От пациентки болит левая нога и колено напряжена бедренная мышца тяжело ходить по ночам боли усиливаются сильное обострение полтора месяца назад после физической нагрузки консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 87 лет. Дата исследования 5 сентября 2022 года. При мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии исследовании использованы построения в аксиальной, корональной и сагитальных плоскостях, выполнены трехмерные реконструкции. При МСКД исследовании пояснично-крестцового отдела установлено. Свежие косно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Определяется левосторонний латералистец тел L2-L3 до 10 мм. С формированием левостороннего сколиоза до 28 градусов. Поясничный лордоз сохранен. Явление субхондрального склероза замыкательных пластинок тел позвонков. Снижена высота межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Сформированы массивные краевые остеофиты до 17 мм. Длиной. На уровне L1-L2 дарсальная диффузная протрузия межпозвонкового диска до 3 мм. Без признаков компрессии нервных корешков. Сагитальный размер позвоночного канала на этом уровне 14 мм. На уровне L2-L3 дарсальная диффузная протрузия межпозвонкового диска до 3 мм. Без признаков компрессии нервных корешков. Сагитальный размер позвоночного канала на этом уровне 14 мм. На уровне L3L 4-дорсальная циркулярная грыжа межпозвонкового диска до 5 мм. С признаками компрессии нервных корешков. Сагитальный размер позвоночного канала на этом уровне 10 мм. На уровне L4L 5-дорсальная циркулярная грыжа межпозвонкового диска до 5 мм. С признаками компрессии нервных корешков. Сагитальный размер позвоночного канала на этом уровне 12 мм. На уровне L5S1 дарсальная циркулярная грыжа межпозвонкового диска до 4 мм. С признаками компрессии нервных корешков. Сагитальный размер позвоночного канала на этом уровне 12 мм. Крестцово-подвздошные сочленения, суставная щель неравномерно сужена, явление субхондрального склероза. КТ, признаки остеомиелита тел позвонков в зоне сканирования не выявлены. Паравертебральные мягкие ткани без особенностей. Заключение. КТ-признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений, левосторонний сколиоз 3 пояснично-крестцового отдела позвоночника. Дарсальные циркулярные грыжи межпозвонковых дисков L3S1, протрузии дисков L1-L2, L2-L3, левосторонний латералистез L2-L3-1 к тепени. Рекомендована консультация невролога. 6 сентября 2022 года КМН, доцент Котов МА. Заключение. Не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть заметное смещение 2-го и 3-го поясничного позвонков, от этого сколиоз и боли. Также визуализируются многочисленные грыжи межпозвонковых дисков, которые сдавливают нервные корешки. С этим лучше обратиться к неврологу. Продолжение следует...